Международная организация «Репортеры без границ» недавно опубликовала рейтинг свободы СМИ. Россия в этом списке оказалась на 148-м месте из 180. На первом – Норвегия, на последнем – Северная Корея. Рядом с нами – Камбоджа, Венесуэла и Мексика. В Союзе журналистов России назвали такую оценку необъективной и ангажированной. Что это значит? Спросим у гостя нашей студии, нашего города, секретаря Союза журналистов России, председателя медиа-конгресса «Содружество журналистов» Ашота Джазаяна. Ашот Егешевич, здравствуйте. Здравствуйте. Перед тем, как мы обсудим рейтинг, с каким, собственно, визитом вы к нам в Хабаровск? С какой целью? Во-первых, как секретарь Союза я, скажем так, являюсь у нас у каждого секретаря какая-то ответственность по поводу тех или иных регионов. И вот на меня возложена недавно такая миссия, что я отвечаю за регионы Дальнего Востока. И вот в связи с этим была история очень интересная. К нам обратились журналисты по поводу приемов членов Союза журналистов, в том числе и журналистов из вашего канала, из других газет. И мы на секретаряти обсуждали этот вопрос. И некоторые наши секретари предложили, что давайте мы их примем. Дело в том, что когда журналисты обращаются, минуя, есть такая возможность, минуя свое местное отделение, то Союз журналистов правен на секретаряти принимать этих людей в состав профессионального члена Союза журналистов. Но мы приняли, на мой взгляд, правильное решение. Кстати, было предложение Левина, Леонида, который возглавляет комитет информационной политики, и тоже как наш секретарь. И мы решили, что я поеду сюда, пообщаюсь с правлением, пообщаюсь с журналистами, которые сделали это заявление. И мы примем здесь, обсудим это с правлением. И если правление не согласится с какими-то моими доводами, с мыслями, то мы тогда на секретаряти примем решение. Ну вот я встречался с журналистами, которые написали это заявление. Ну, собственно, с нами, со мной вчера буквально. Не только с вами, я был в редакциях газеты «Регион», «Хабаровский край сегодня». Я встречался в редакции «Тихоокеанской звезды». Сейчас я поеду встречаться после вас с каналом «Российск коллективом». То есть я был на факультете журналистики, встречался с преподавателями, с студентами. И у меня, собственно говоря, до того, как я принял участие в работе правления, у меня сложилось какое-то уже мнение. И, в принципе, я в правлении предложил, что надо этих людей принять, и будет правильно, если это будет делать правление. Ну что, и правление согласилось с нашими доводами. И мы единогласно приняли в состав Союза журналистов России новых членов, 48 человек. И 49-е как раз был руководитель канала «Россия в Хабаровском край». Она перевелась из Амура, и мы решили ее тоже дать возможность стать членом Союза журналистов в Хабаровском край. То есть я к чему это? К тому, что можно было вопрос решить из Москвы. Ну, так, условно говоря, устав позволяет. Но, в принципе, у нас в связи с тем, что у нас очень обновленный состав секретаря, новый совершенно. Очень мало осталось людей с той когортой. Очень интересный динамичный председатель у нас, который тоже журналист, кстати, телевизионщик. Володя Соловьев работал в «Горячих точках» очень много, в Югославии самый тяжелый период. И, в принципе, мы уже делаем решение, принимаем очень адекватные, соответствующие моменты. И вместе с тем, с учетом мнения, самое важное, журналистов на местах. Вот, собственно говоря, миссия моя, как бы, так сказать, реализовалась. Я приехал, дальше буду продолжать встречаться. И мы приняли вот это, собственно говоря, хорошее, правильное решение о приеме новых, в основном, молодых журналистов, что меня очень-очень радует. При этом обновился состав Союза журналистов России на высшем уровне. Это случилось осенью прошлого года. Да, на съезде у нас был избран новый состав. До этого он не менялся 25 лет. Ну, практически, нет, ну, 25 лет нельзя. Председатель не менялся 25 лет. У Богданова тоже большие заслуги. Потому что, все-таки, вы знаете, удивительная вещь, ему, я его называю таким тоже всероссийским человеком. Он такой очень, он из поморских русских, работал от Казахстана до Магадана. Ну, как говорится, дальше никуда не высылают уже. Вот, российской газете. То есть человек от Сахии. И, собственно говоря, мне кажется, его заслуга большая заключается в том, что вот в лихие 90-е ему удалось сохранить этот союз. Потому что я вам хочу сказать, что СССР – это крупнейшая общественная организация в Европе. Крупнейшая общественная организация. Второе. Крупнейшая журналистская организация в Европе. Ну, и она является членом Международной Федерации. Ну, к ней, у нее большой авторитет. Я хочу сказать, как человек, который еще занят какими-то международными медийными историями, коммуникациями, я хочу сказать, что у него очень большой авторитет и на постсоветском пространстве. И я с уверенностью могу сказать, что на постсоветском пространстве это самая сильная журналистская организация. То есть заслуги председателя тоже были по поводу сохранения. Потому что мы знаем, что произошло с писателями, что происходит с кинематографистами. Но у нас он самая цельная организация. И она объединяет сейчас уже 84 региональных организаций. Это довольно-таки серьезно. Другое дело, что сейчас нужно, поскольку мир стал динамичным, фактически журналистская перетерпевает серьезные трансформации, конечно, нужно сегодня уже новые истории, новые отношения, укрепить, поднять статус журналиста на местах, чтобы они реально были той движущей силой общества, которое так нам необходимо. Не все из Москвы должно решаться. Мне кажется, очень важно, чтобы решалось на местах, чтобы каждый журналист на своем месте, у себя в регионе, чувствовал, сопереживал всем тем делам и преобразованием, которые происходят. Он мог на равных говорить с властью, понимаете, и быть нужным, востребованным обществу и цехом. Вот в чем суть. И мне кажется, в этом плане вот эти новые изменения, новый состав, мне кажется, может вести вот в этом направлении. Союз журналистов России, крупнейшая общественная организация в Европе, и журналистская, 100 тысяч человек, официальная информация с сайта, при этом уважаемая. Соответственно, если организация уважаемая, наверное, и к людям, которые в нее вступили, тоже должны относиться хорошо на уровне Европы. При этом вот та самая организация «Репортеры без границ», которая базируется в Париже, поставила нас на 148 место из 180. Как вы это прокомментируете? Знаете, я прокомментирую это... Ну, во-первых, я не согласен с этой точкой зрения. Ну, у нас Союз тоже высказал, секретарят по этому поводу. Но здесь, мне кажется, вопрос заключается немножко в следующем. Во-первых, у меня очень много друзей-социологов, которые проводят разные исследования. И могу сказать, очень важно иметь значение, как ты ставишь вопросы. Если ты ставишь вопросы каким-то образом, то на них получаешь уже соответствующий ответ. Это вот по поводу социологических измерений. Но здесь более глубокое есть у меня, так сказать, ну, как бы не то, что несогласие, а просто объяснение, почему это так происходит. Дело в том, что нам не секрет, что англо-саксонские СМИ фактически доминируют в информационной среде. И, собственно говоря, вот это доминирование позволяет, так сказать, за счет вот этого доминирования фактически влиять на все институты, в том числе социологические исследования. И получается, что голос российской журналистики, он не может пока противостоять вот всему тому, что происходит. Это вот, мне кажется, основная причина. И получается, что мы иногда даже апеллируем к тем же международным институтам, которые приняли опять в результате этого доминирования англо-саксонских СМИ, они принимают решение, исходя вот из этого доминирования. То есть, условно говоря, что англо-саксонские мысли, они правильные. А все, что касается отсюда, значит, оно неверное. И вот в этом смысле, конечно, даже международные институты, как и репортеры без границ, они фактически под влиянием этих СМИ. И они принимают решение тоже под влиянием этих СМИ. Вот где, так сказать, основная проблема вот этой, мне кажется, истории. Ну, вы знаете, здесь у меня, кроме несогласия, знаете, есть такая история. Вот у нас сейчас сложилась обстановка такая в информационной среде, когда они о нас говорят, а мы о них. Они о нас, мы о них. Они говорят, мы отвечаем. Здесь, кстати, мне кажется, что нам, как бы, иногда, может быть, не так часто надо реагировать. Это первое. И не каждую чих надо реагировать. Вот это второе. И третье, мне кажется, не на каждый чих нужно сразу отвечать, потому что он всего лишь чих. А мы под это строим какую-то конструкцию, делаем анализ. И вот у меня вот такие. Это чисто журналистские истории. Мне кажется, что нам надо строить самим вот эту среду восприятия, восприятия, ну, того восприятия, которое мы можем представить вот этой англосаксонской информационной среде. Ну, во-первых, она тоже разнородная. И мне кажется, вот, собственно говоря, нам надо решить один важный вопрос. Не говорить друг о друге, а говорить друг с другом. Вот, особенно журналистам это можно сделать. Ну, условно говоря, поскольку я, ну, как бы, очень часто общаюсь с нашими зарубежными коллегами, я знаю, что, например, у коллег испанских, тех же французских, итальянских, швейцарских, австрийских, совершенно другое восприятие российского медиапространства, чем, предположим, у англичан-американцев. Потому что вы с ними конкретно. Вы с ними больше общаетесь? Есть такое ощущение, потому что они немножко, ну, во-первых, они, как бы, тоже являются вот частью этого западного мира, но у них очень сильная своя, так скажем, своя идентичность, то, что связано с их этножурналистикой. Это первое. И потом у них свое восприятие России. Конечно, мы рассматриваем их как западный мир, но они немножко отличаются. И, собственно говоря, вот, когда мы встречаемся даже с молодыми журналистами или с такими известными компаниями, как ТФ-1, Франце, там, Фигаро, Либерасион, мы чувствуем, что, когда мы с ними проводим встречи, они нас воспринимают. Конечно, есть у них своя вот история. Вот мы встречались, мы вот летом проводили встречу молодых журналистов в России и Франции, и мы были, по-моему, нашей просьбе, мы участвовали в работе редколлегии, вот, ну, чтобы молодые журналисты увидели, как работает крупнейшая газета правого толка Фигаро. И мы были на работе редколлегии. С нами переводчики, нам переводили. Мы три часа присутствовали, как работает крупнейшая французская газета. Они поработали, редколлегия закончилась. Они сказали, объявили, что российские журналисты молодые находятся тут. Многие удивились на нас, смотрели, как их пустили, там это тоже было видно. Но когда редколлегия ушла, остался замглавной редактор, собственно говоря, с кем мы продолжили наше дальнейшее общение. Потом он повел нас по редакциям, показал работу, мы общались. Молодые остались, начали там проходить какую-то двухдневную практику. Ну, произошла очень интересная история, что когда закончилась редколлегия, я смотрю у него стопка газет. И, ну, поскольку мы журналисты уже там по версткам, по первой стране, я смотрю там Нью-Йорк Траймс, Вашингтон-Пост. Я как-то, честно говоря, меня это не покоробило, но удивило. Я у него спросил, говорю, «А почему у Вас вот эти газеты? Вы же, ну, как бы с утра...» Говорит, ну, мы читаем эти газеты перед планёркой. Я говорю, «А почему Вы не читаете, условно говоря, русских газет?» Он говорит, «Ну, мы же русского не знаем». Это был ответ. То, что он был непрофессиональный, само собой. Но то, что этот человек реально, фактически доказывает то, что я только что сказал о том, что влияние англосаксонской вот этой СМИ на среду информации, оно велико. Вот это было показано мне конкретно вот прямо вот этим замглавным редактором. И, кстати, мой вопрос его немножко ошарашил. Он тоже почувствовал, насколько это, ну, как бы не по-журналистски. То есть, ты получаешь... Ну, я понимаю, профессор Преображенский, когда говорил, «Не читайте с утра советских газет». Ну, я бы сказал ему, «Ну, не читайте с утра этот Вашингтон пост». Потому что это сразу говорит о американском подходе. Я понимаю, что Вашингтон пост отражает, конечно, мнение американского истеблишмента, и всё понятно. Но при чём тут Франция? И он почувствовал в моём вопросе тоже, что и его ответ был, и наши молодые журналисты просто после моего вопроса просто его задавили. Говорят, а какая журналистка может быть во Франции, если Вы понимаете, что произошло? Вот хотя бы это. И когда, кстати, с нами были журналисты из Крыма. Они живём, увидели этих журналистов. И крымский молодой парень, я уже забыл его как... И он выступил очень интересно, там, предложение. И они говорят, «Слушайте, а это из Крыма?» И второй вопрос, кстати. А Вы... У Вас татары избраны? Ваш вот это... Он говорит, «У нас нет татар». А он Севастополь представлял. Говорит, «У нас вообще нет татар». И он говорит, «Ну вот видите,» «Ну вот видите, «Вот вы же говорите, как нет татар, когда вы их это...» Я говорю, «Слушайте, вы имеете в виду, да, есть татары, но они в Симферополе». Говорит, «А он откуда?» Я говорю, «Он из Севастополя». И он мне говорит, «А это разные города». Вот, представляете, Вот это то, что произошло в течение полутора часов. То есть, первое, мы почувствовали вот это все влияние. Второе, мы почувствовали, что журналистка независимая в Европе тоже такое понятие эфемерное. Третье, мы ему рассказали, как у нас... То есть, одно выступление крымского человека из Севастополя ему хотя бы дало разъяснение того, что Симферополь и Севастополь два разных города, и что в Севастополе нет татар. То есть, получается, один из шагов, который, наверное, нужно предпринять, это больше представлять российские СМИ в англоязычных форматах. То есть, переводить. Не только, нет. Например. Но если это сложность, может быть, мостик стоит наладить. Но мне кажется, самое важное делать разговор друг с другом. Не друг о друге через границу, а друг с другом. То есть, конкретно, выступают, организовать встречи ведущих российских журналистов, которых мы знаем очень много, и ведущих испанских журналистов. Вот просто проводить эти встречи. Ведущих российских журналистов, французских, итальянских. Но делать это в постоянной системе, этот разговор. Я уверяю вас, через год, через полтора уже будут совершенно другие истории в этих СМИ. Ну вот, как идея. Я, кстати, когда увидел вот этот рейсинг, который репортеры без границ составили, мне тоже стало интересно, а кто вообще это составлял, во-первых. Что за организация и так далее. У нас есть еще проблема, и она, наверное, распространяется, в принципе, на многих россиян. И на журналистов тоже многих. Отсутствие какого-то критического мышления. Конечно. Вот насколько часто вы встречаете вот эту однобокость в работе журналистов России? Ну, честно говоря, это не только журналист в России. Это очень, зачастую, это вообще общее место, боль. Все журналисты, так это сейчас, ну, понимаете, мне кажется, в журналистике очень важное несколько вещей, заповедей, которые там присутствуют. И, мне кажется, самая важная история, вот, которая отличает журналиста от нежурналиста, журналист – это тот человек, который должен отвечать за свои слова. Вот это, мне кажется, вот ответственность за слово. Мне кажется, это, знаете, я вспомнил вот это, у Мархаяма очень хорошая история, когда он говорит, что «И напоминаю я вам снова и снова, перед лицом и друга и врага, ты господин несказанного слова, а сказанного слова ты слуга». То есть, это тысячу лет тому назад было сказано, но это как раз очень, особенно нас в эпоху интернета, потому что сейчас каждый человек, ну, который считает себя гражданским журналистом, мне этот термин не нравится, но что делать, вот, и он опубликует какую-то фотографию, напишет две строчки, корявые, но он уже считается тоже журналистом. Другое дело, что это может быть полностью фейк, и пойдет совершенно не туда, и послужит совершенно не тому, и это мешает нашей профессии, и потом это приводит к тому, что мы теряем доверие к профессии. Конечно, эта журналистка тоже нужна, но здесь очень важна вот эта грань, чтобы мы понимали, что журналист – это тот человек, который реально будет отвечать за слова свои, за дела свои, за рассказы, за репортажи. Это важно. Именно это вернет доверие к журналистским. Мне кажется, это суть очень важная история, потому что вот интернет сейчас позволяет, и, кстати, это тоже неплохо, что там нет цензуры, ты можешь высказать любую позицию. Но здесь вот очень важно, чтобы была внутренняя нравственная доминанта у каждого человека, который высказывает, чтобы он был объективен. Вот это, мне кажется, очень важная история. По поводу нет цензуры. Вы считаете, что нет цензуры? В интернете, мне кажется, что она отсутствует, потому что ее трудно применить. Ну, вы знаете, интернет-космос, ее не запретишь. Мне кажется, что некоторые потуги запретить то или иное, они ни к чему не приводят. Потому что, вы знаете почему? Потому что те, которые придумывают эти запреты, они находятся уже в возрастных других ограничениях. А те, которые их запрещают, вы знаете, что молодежь всегда не любит запреты. И она, тем более, она очень технологична, она всегда придумает новые формы общения. Поэтому интернет не надо запретить. Другое дело – научить действовать по уму, по разуму и честно. Мне кажется, вот это и задача и союза журналистов, и всех тех людей, которые заняты коммуникацией. Мне кажется, вот это важно. Потому что, условно говоря, вот журналистикой, что это? Ну, как бы, наше основное направление – это, условно говоря, просвещать, развлекать и информировать. Вот из чего состоит. Но вот первая часть, условно говоря, просвещать. Мы как-то ей очень мало заняты, мы все время развлекаем и информируем. Потому что развлекать и информировать более востребовано, мне кажется. Ну, если мы будем больше просвещать, менее востребованно, в дальнейшем будет развлечение и информирование. Мы народу должны готовить, потому что, понимаете, вы знаете, я читал в свое время и Голованова, и Аграновского, и Бовина. Я хочу сказать, что вот эта журналистка, она сейчас уже тоже чувствуется востребованной. Вы знаете, конечно, Гагарин полетел в космос, но мне кажется, дальнейшее развитие космоса – это были сотни статей Голованова, которые привел развитие этой науки. Ну, как бы, вот сейчас у нас умное будущее наступает, но почему-то журналисты не считают важным висит этот разговор. Мы больше говорим о том, кого засудили, кто пошел на суд, кто не пошел. Ну, вот этот вопрос министра бывшей экономики, весь суд по космосу. Я понимаю, что это тоже нужно, но почему мы не говорим о том, что завтра нас ждут новые технологии? Почему? Вот, нет, я хочу сказать, мы рассказываем о блокчейне, но мы опять рассказываем не по поводу того, как страну ввести к этому. Журналистская часть гражданского общества, она тоже должна участвовать в этих прогнозах, в этих глобальных историях. Я про эту часть, про свидетельскую. Прошу прощения, но ведь есть те же самые научно-популярные журналы, форматы, которые говорят именно про вот это. Но они менее популярны, все равно они менее популярны, чем вот когда арестовывают министра. Простите, сколько вам лет? 28. Вот смотрите, вы знаете, такой был журнал «Наука и жизнь». Он сейчас есть. Да. Вы знаете, что эту «Науку и жизнь» я в свое время, очень давно, у нас были такие известные истории, подписка на средства массовой информации. И я какой-то период занимался тем, что мне было поручено заниматься подпиской каких-то там 25 организаций. Ко мне люди приходили и говорили, я подпишусь на 5 «Правда» газеты больше, но ты мне дай один экземпляр «Науки и жизни» и два экземпляра «Литературной газеты». Если надо, еще 10 «Правды» добавь. Ну, одну «Науку и жизнь» и две «Литературки» дай. Понимаете, о чем я? Ну, это раньше так было. Ну, то есть, я хочу что сказать. Понятно, что это раньше было. Ну, понятно, что эти журналы... Раньше читатель был очень-то сильный. Очень сильный журнал. Мы же не говорили, что мы самочитающая страна. Ну, просто так не читают. Они читают, потому что хотят познать. «Наука и жизнь» – «Литературная газета». Посмотрите, о чем я говорю. Это совершенно серьезные, профессиональные, два разных издания. Одна про науку. Но я про то, как люди писали, кто там работал. И как эти журналы имели, и газеты имели такие огромные тиражи. Потому что люди верили им, читали, потому что это было интересно. Вот о чем я. Значит, были эти журналисты. И мы сейчас, мне кажется, должны... Ну, не то что вернуться. Если мы хотим, чтобы журналистка стояла, отстаивала и была реальна, мы должны это учитывать. Потому что, условно говоря, мы воспитывались на Аграновском. И это был тогда одним из интересных и самых удивительных публицистов. Ну, это реальная история. То есть нам сейчас нужны авторы. Нам нужно лучше писать. Нам, как журналистам, нужно становиться лучше, чтобы люди к нам тянулись. Это наша проблема, что мы выбираем такие темы, освещаем их, а не концентрируемся на чем-то добром, светлом. У нас 140 факультетов журналистики. Нам надо думать о том, как мы их готовим. Понятно, что журналистка должна основываться на толстой книге, двух толстых книгах, история и литература. Понятно. Но мы должны уметь и давать вот эти современные навыки, чтобы эта мультизадачность приводит к тому, что мы должны дать возможность, чтобы молодой журналист уже имел 2-3 навыка. То есть мы ремеслу, но мы не отодвигали профессию. Если мы профессию оставим, добавим к нему ремесло, то, понятно, выйдет человек, который в дальнейшем, мне кажется, еще важная вещь – вернуть мужчину в журналистику. Я не против женщин, мне они очень нравятся. Без женщин вообще трудно жить, но в принципе в журналистику нужно вернуть мужчин, потому что в любую аудиторию ты входишь, на задние партии два худеньких мальчика, даже как-то и голос их не слышим. У нас мальчики не худенькие. Ну, дай бог, но хочу сказать, что аудитория, где я бываю, там в основном девочки, журналистика. И мы там проводили исследования, 80% – это девушки, обучающиеся профессии. Я со своей стороны объясню, может быть, одна из точек зрения – проблема зарплат. Мальчик, мужчина, в нашей стране – это добытчик и так далее. Журналистика – не самая кормящая профессия. Вообще, мне кажется, если это нормальный мужчина, он может и как журналист тоже много зарабатывать. Должна быть одна важная вещь – у него должен быть талант. Мы не можем научить человека хорошо писать. Мы можем привить ему вкус, научить навыкам. Но если у него внутри нет таланта, мы не можем вместо него написать это. И если человек пришел в профессию, и он талантлив, если он мужчина, он должен много работать и зарабатывать. Для профессионального журналиста талантливого, по-моему, есть очень много работы. Это выдумки, что человек, там маленькая зарплата. Я хочу сказать, что наши известные ньюсмекеры, кто у нас на слуху, там Познер, Соловьев, они величайший талантливый журналист. И в плане себе не бедные? Конечно, не бедные, потому что они, понимаете, в чем дело? Они очень талантливые, они высоко профессиональные. Причем они по разной стороны стоят. Понятно, да, это видно. Но мы можем многих назвать. И это не просто там, или тот же Венедиктов, или тот же Дима Мурата, или Юрий Рост. Мы можем, Максим Шевченко, это величайший талантливый Юрий Поляков, это Третьяков. То есть это очень сильные журналисты. Причем они по разной стороны. Понятно, что они должны зарабатывать. А почему нет? А до 30. Но я имею в виду, что, допустим, вот я понимаю, что если бы я потратил то время, которое занимаюсь журналистикой, на что-то другое, там, условно, в банке работал, еще где-то, возможно, я бы сейчас получал больше, к примеру. Ну, то есть, это денежная сторона вопроса, она не главная, ну, это мое, она вторичная, главное, твое желание в этом развиваться, да, но многие все равно привыкли так думать. Вот они не должны, понимаете, я опять, во-первых, если, начнем с того, что если ты мужчина, вот, мужчина, не в западном понимании, ну, как бы, может быть, и в западном. Если ты реальный мужчина, ты должен быть, иметь достоинство, кормить семью, ты должен иметь второе достоинство, выполнять эти заповеди, ты можешь быть грешником, но ты должен думать о том, что, если у тебя жена и дети, ты за них ответственен, ну, если ты мужчина. Уже потом идем к тому, если ты журналист, ну, не гневи Бога, если ты не выбрал ту профессию, уйди из профессии. Но если ты чувствуешь, что это твоя профессия, ты вспомнишь, что ты мужчина и зарабатывай больше. Вот в чем весь вопрос. Так что мы одно с другим давайте не будем. Давайте не будем. Я просто предположил, почему девочек больше. Либо девочек больше, потому что они просто лучше, давайте, и талантливее, вот так, чем мужчины. Нет, я согласен, еще одна причина есть, потому что сейчас очень много развитых вот это гламурных историй, потому что девушки хотят быть, они же красивые. Но все идут в журналистику, чтобы быть ведущей. И путешествия, и везде ведущих, чтобы они, вот, ну, всех. Я сколько раз встречался в аудиториях, так, молодежных, студентских, и первый вопрос всегда говорю, кем их, и 90% поднимали руку и говорили, хотят стать ведущими. Ну, это понятно, потому что красавицы хотят это. Но, и это тоже неплохо, это должно быть, потому что, если честно, сейчас журналистка держится на хрупких женских плечах. Тут это безусловно. Но, в принципе, не в обиду будет сказано, но надо мужчин вернуть в профессию. Вы знаете, мне кажется, что вот в школе начались проблемы не потому что ЕГЭ или что-то, начались проблемы, когда ушел учитель истории мужчина. Мне кажется, в школе должны быть мужчины. В журналистике тоже должны быть мужчины. Везде должны быть мужчины. Почему? Потому что в профессии это необходимо просто. Она не женская, не мужская профессия. Потому что, например, есть журналисты, которые фантастически пишут лучше сотни мужчин. Там, условно говоря, Ирина Петровская или там кто-то. Ну, и никаких проблем. И здесь я не вопрос, понимаете, как гендерной истории. Потому что, если ты сильный журналист, как кажется, ты женщина или мужчина. Но все-таки аналитика и вот какие-то истории, она больше увлекает, конечно, мужчин, чем женщин. Это такая история. Ну, тут тоже такой спорный вопрос. Единственное, о чем, мне кажется, стоит сказать, что есть мужчина и женщина, и не обвиняйте меня в сексизме, но просто мы все равно на некоторые вещи смотрим по-разному. А если журналистика – это история про то, как на один объект смотрят с разных сторон и дают объективно, то, наверное, это полезно, когда смотрят и мужчины, и женщины из этого что-то рождается. Так, кстати, по поводу репортеров без границ. И основная эта претензия, да, это в том, что вот у нас в России нет свободы СМИ. И вот буквально недавно, кстати, вот тоже на сайте Союза журналистов появилась информация, что главреду.ньюз, это новости Екатеринбурга, приходили какие-то люди вроде бы силовики. Ну, то есть это, опять-таки, тоже не доказано, непонятно, кто приходил и что. Но вот эти истории, что как будто власть или какие-то силовые структуры начинают как-то давить на журналистов. Насколько это частая история все-таки в России? Ну, вообще силовые структуры всегда имеют свое мнение, потому что это по всему миру так. То есть они всегда отстаивают свои интересы. Для них безопасность страны, безопасность вот этих всех, ну, тоже доходя до конспирологии, она для них очень важна. Тут это как бы, это во всем мире так. И то же самое наши силовые структуры, конечно, они блюдят, следят и все такое. Но у меня такое ощущение, что если мы объективные, мы честные, и мы реально действуем и работаем, выполняя заповеди журналистики, то у нас никогда никаких проблем не может возникнуть. Вот у меня такое мнение. И, с другой стороны, у нас есть СМИ, которые, условно говоря, критикуют те же силовые структуры, и причем они делают это зачастую очень хлестко, очень, иногда даже чрезмерно, и высказывают свое мнение, и, во всяком случае, продолжают работать. И у них это получается. Я имею в виду и «Новая газета», и «Собеседник», и «Независимое», и «Эхо Москвы». То есть, это, и, конечно, есть такие же СМИ в регионах, которые действуют, работают и пишут. Мне кажется, здесь самая основная история, чтобы это были объективные истории и реальные журналистские расследования. Тогда, и потом, вы знаете, мне кажется, здесь вторая история, это то, что в любом случае, журналист, если у нас есть вопросы к журналистике, это должен решать суд. Вот, у нас, если есть какие-то, звучат обвинения в ту или иную сторону, то мы должны обращаться к суду, и только через суд мы должны приходить к выводу, прав тот журналист или не прав. То есть, если у нас есть какие-то обвинения по поводу нечистоплотности той или иной работы. А если мы выполняем реально свою работу объективно и честно, ну, мы можем это отвечать и силовым структурам, что у нас вот такая история, и здесь очень важна вот эта часть, чтобы мы сохранили свое реальное и правильное отношение к профессии. Мне кажется, вот это очень серьезная история. А то, что они отставят свои интересы, это всюду, и мы не должны этого... Силовые структуры, это тоже часть нашего государства. Ну да, но я имею в виду, насколько там истории с обысками, с арестами журналистов... Кстати, когда это бывает, союз журналистов сразу делает обращение... Насколько это эффективно, обращение союз журналистов в данной ситуации? Вы знаете, оно имеет решающее значение. Ну, конечно, сразу по поводу нашего обращения к Генпрокуратуру человека не освобождают. Но, в принципе, обращение заставляет задуматься и говорит о том, что журналистское профессиональное сообщество следит за этим делом. Это тоже важная история. И журналист, который попал в беду, он тоже это ощущает. Поэтому это здесь обращение союз журналистов в Россию, она весомая история. Мы не по каждому поводу обращаемся. По какому поводу обращались в последний раз? Последний раз у нас было обращение... Ну, не в самом последнем, но что-то из того, что в память. Мы обращались и по поводу задержания НТВ, там камеру поломали. Ну, из телевизионных я это помню, потому что я больше отвечаю за это. У нас было обращение по поводу задержания наших журналистов за рубежом. Ну, у нас много обращений. У нас неделю раз мы обращались по поводу даже казахских журналистов, там какие-то проблемы. Ну, я думаю, что страна у нас огромная, и проблемы возникают всюду. И как у нас происходит? К нам обращаются журналисты, особенно это региональное отделение, когда происходит то или иное. Ну, вот, по-моему, недавно было у нас в Саратове тоже. Ну, у нас это происходит, наверное, каждую неделю или в 10 дней раз. И у нас повод бывает обратиться. Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру, ну, в основном. И обращаемся в местные органы ВЛАСИ, потому что бывают очень часто связаны на местах какие-то вопросы. И мы берем это дело под контроль, особенно наша юридическая служба. И она начинает вести это дело до той поры, пока мы не поймем, что реально журналист совершил нарушение. Или реально не совершил, просто из-за его профессиональной деятельности к нему хотят привинить, ну, какое-то давление административное. И мы приходим к выводу. И потом на секретарятие это обсуждаем. То есть, в любом случае, наше обращение имеет серьезное влияние, оказывает серьезное влияние на то или иное дело. Именно в плане того, чтобы оно было профессионально и объективно расследовано. Ну, то есть, есть случаи, когда помогает действительно... Конечно, конечно, безусловно. Напоследок, еще вот какой вопрос хотелось бы задать. В ноябре этого года Союзу журналистов России исполнится 100 лет. И по этому поводу, как вы вчера тоже говорили, собирается Союз журналистов. И я, как журналист, видимо, тоже буду в этом участвовать. То есть, будет составлен определенный пул каких-то просьб, пожеланий, рекомендаций, тезисов, которые представят президенту. Мы надеемся, что мы по разным направлениям журналистики подготовим какие-то серьезные рекомендации. Начиная от законодательных инициатив, заканчивая статусом правовым и социальным журналиста, который касается нашей жизнедеятельности. От районных газет городских, от почты этой пресловутой, которыми не дает возможность развивать доставку серьезно. О том, какие у нас болезни, рэперные точки, которые существуют на всем этом большом медийном пространстве. Мы хотим это обобщить. И по направлениям каждой истории, вместе с экспертами этого направления, создать этот перечень вопросов, рекомендаций, обсудить на секретариате. И после этого принять какое-то серьезное решение по предоставлению этих вопросов президенту. И постараться к столетию Союза журналистов России, чтобы эти рекомендации были выполнены. Несколько вопросов озвучите, которые сейчас уже примерно намечаются. Например, вот эта тема очень важна. Хотим, чтобы к столетию был решен вопрос. Это инициировал председатель Союза журналистов Владимир Соловьев по поводу звания заслуженный журналист России. Мне кажется, это интересная история. Если она, тем более тем людям, это касается тех людей, которые имеют большой опыт и проработали в профессии очень долго и заслужили это право. Мне кажется, если мы к этому знанию подойдем, это важная история. Вторая очень важная история. У нас закон о СМИ был принят 26 лет тому назад, по-моему, который в свое время создали Федотов, Батурин Энтин. Мне кажется, что там внутри необходимо внести уже серьезные поправки, которые необходимы, поскольку журналистка очень сильно трансформировалась и развилась. Начиная от формы собственности, заканчивая новыми технологиями, которые просто, естественно, меняют журналистику. И включая, конечно, очень важные вопросы, связанные со статусом журналиста. И в том числе вы подняли вопрос по поводу преследования журналистов или допущения правонарушения по отношению к ним за их профессиональную деятельность. И вот для нас очень важно, чтобы пункт, который касается деятельности журналистов, когда к нему применяют силу или допускают по отношению к нему насилие, чтобы действовала очень важная статья Уголовного кодекса, чтобы журналист приравнился к общественному деятелю. Потому что если он приравнился к общественному деятелю... Депутата имеем в виду, например. Да, например. То сразу повышается уголовное наказание за это насилие, проявленное к журналисту, если он приравнился к общественному деятелю. И там сразу это, так сказать, у многих перестанут чешаться руки по отношению к журналисту, потому что это очень серьезная статья. В Европе сейчас так? Ну, в Европе, в некоторых странах так, да. Но в Европе немножко и другая ситуация. Мне кажется, что, знаете, свобода слова – это такая хорошая история, но она такая, знаете, как горизонт. Чем больше двигаясь она, тем дальше уходит. И все знают, все говорят о свободе слова, но и в каждой стране она присутствует, но в каждой стране она своя. В России есть свобода слова? Конечно, конечно, есть свобода слова. И, ну, она, безусловно, есть и присутствует. И мне кажется, вот союз журналистов в России, конечно, призван, чтобы сохранять атмосферу свободы слова. Не всегда это удается, и не во всех регионах, но мы должны к этому стремиться. И журналистика, она должна быть разной. Наша, вот, основная задача, мне кажется, чтобы существовали разные мнения журналистики в нашем медиапространстве. Это наше богатство. И нам не надо бояться других мыслей. Мы должны учитывать эти другие мысли, чтобы находить на них ответы. А что-то, Георгий Шайфович, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, за то, что приехали познакомиться с нами. До новых встреч. Спасибо.